В чем заключается концепция мультибрендовых банковских филиалов? Почему за быструю торговлю можно оказаться в черном списке? А также о стратегических метаниях компании Mannex. В сегодняшнем выпуске здравствуйте! Оказавшись под давлением, банки все чаще пытаются оптимизировать затраты за счет сокращения числа филиалов. Это приводит к существенному уменьшению размера филиальных сетей и сокращению многочисленных сотрудников. Вместе с тем филиалам необходимо осуществлять проверку идентичности клиентов, проводить сделки с наличными и предоставлять услуги индивидуальных консультаций. Концепция мультибрендового филиала предполагает объединение различных банков с целью создания общих филиалов, которые будут выполнять физические функции. К 2020 году эта концепция будет на стадии формирования. В целях безопасности банки должны быть абсолютно уверены в качественной проверке идентичности своих клиентов. Однако на данный момент лишь немногие страны могут похвастаться полноценно функционирующей системой цифровой идентификации граждан. В большинстве государств для открытия нового банковского счета необходимо физическое присутствие в офисе филиала того или иного банка. С точки зрения затрат необходимость идентифицировать своих клиентов только в своих собственных филиалах отнюдь невыгодна для банков. Эту проблему можно легко разрешить за счет мультибрендового филиала. Помощь клиентам во внесении или снятии средств со счета является одной из наиболее затратных функций устаревших монобрендовых филиалов. Создание мультибрендовых филиалов не только позволит делить эти расходы между банками, но и облегчит планирование наличных резервов. Японский брокер-гигант Mannex Group решил отказаться от сервиса Tradeable. В пресс-релизе опубликованном компании говорится о том, что новые транзакции перестанут обрабатываться уже в начале следующего месяца. Это решение Mannex представляет собой болезненный и странный отказ от курса, выбранного всего пару лет назад, когда брокер променял функционал Empty Phone на Tradeable и тем самым оборвал связь с самой популярной платформой в форекс-индустрии. В сентябре 2014 года брокер объяснил свое решение стремлением обновить ключевые аспекты своих услуг. Решение об отказе от сервиса Tradeable уже принято. Однако пока так до конца и не ясно, в каком направлении будет двигаться Mannex и какие решения у него на уме. Компания обещает посвятить своих клиентов в подробности уже в ближайшее время. Ранее в этом месяце брокер сообщил о снижении объема торгов на валютном рынке в марте. По сути, этот месяц стал самым худшим для компании с начала текущего года. Среднесуточное число доходных для брокера сделок устойчиво снижается уже с января. В марте оно не достигнуло и до 300 тысяч, зафиксировав снижение на 18,5% по сравнению с февралем. Также в феврале стало известно о том, что японский брокер уходит с рынка США. Компания продала свою американскую дочку IBFX с компанией UNDA. Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов сегодня предоставило своим аккредитованным компаниям первый ежемесячный отчет по проверке рынков акций, который поможет им выявить случаи спуфинг-мошенничества и наслоения. Регуляторы и отраслевые игроки уже давно с подозрением и недовольством относятся к высокочастотным трейдерам, которые, помимо уже упомянутых манипулятивных практик, используют стратегии, основанные на запасывании котировок. По словам главы агентства Ричарда Кетчума, подобные манипуляции не только подрывают доверие к рынкам, но и позволяют мошенникам наживаться на других трейдерах. Новый отчет будет отправлен компаниям, где агентство обнаружило потенциальные случаи спуфинга или наслоения. В нем содержится краткий обзор выявленной рыночной активности, сведения о последних тенденциях в сфере подобных злоупотреблений, а также перечень уязвимых мест и проблем, требующих повышенного внимания. Компании смогут включить полученную информацию в свои процессы контроля и надзора, а также предпринять необходимые меры для предотвращения мошенничества. Это были все новости из мира Форекса на этот понедельник. Команда Докоскопия ТВ желает вам удачно начать этот май. До завтра! Субтитры подогнал «Симон»!